Слушайте, ну никто никогда не показывает, как же работает ван-агрегация в роутерах Asus, по крайней мере, среднеценового бюджета или топовых роутерах. И что это такое? Да это просто такая классная штука, что по протоколу 802.3 AD вы можете даже в гигабитном роутере Asus получить 2 гигабита. Сейчас вы сзади меня видите интерфейс, и я вот, короче, ребят, мы получаем честных 2 гигабита без 2,5 гигабитного порта на роутерах Asus. Сегодня задротское видео, но очень интересное. На канале Технозон поехали. Смотрите, я сейчас использую TUF Gaming AX4200. У него есть 2,5 гигабитный порт, но у меня, например, нет 2,5 гигабита интернета. Это, например, у меня есть 2,5 гигабита и 10 гигабит благодаря самому лучшему провайдеру города Запорожья, ссылка в описании. А еще подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот интересные обзоры. Смотрите, но дело в том, что существует такое понятие, как агрегация LAN-портов или WAN-портов. И в Asus'ах эта агрегация есть, когда берется 2 гигабитных порта, ну, 2 гигабитных кабеля и вставляется в ваш роутер, и он их не в режиме балансировки нагрузки, потому что некоторые сейчас подумают, что я говорю, наверное, об этом. Нет, и не в режиме отказоустойчивости, а конкретно делает 2 гигабита. И для тех, кто знает, для этого, конечно же, есть определенные условия. У вас должен быть либо модем, который выдает 2 гигабита агрегацию, то есть 2 порта может агрегировать, либо должен быть свитч у оператора, вашего провайдера, который тоже агрегирует, то есть вы заводите себе 2 линии 1 гигабайт от 1 провайдера, у которого есть агрегация на свитче. То есть только в таком случае вы получите 2 гигабитный интернет. Так вот, смотрите, как это выглядит в самих роутерах Asus. Я вам объясняю, почему роутер Asus, потому что здесь это сделано намного легче. Для тех, кто не знает, то здесь это доведено до уровня обыкновенного пользователя. В разделе интернет мы сейчас видим агрегация интернет-каналов. Объединяет 2 сетевых подключения, что позволяет увеличить пропускную способность до 2 гигабит. Подключенные порты WAN и LAN 4, ну, LAN 4 роутера, LAN модема. Используйте кабели с одинаковыми характеристиками обязательно. И тут вот, кстати, часто задаваемые вопросы по агрегации. Вот, WAN агрегирование на роутере. Здесь у нас конкретно описывается. Ну, здесь они показывают на примере RT-AX88U. Это есть и на RT-AX82U, и на ATAV серии, и на 86U я это использовал. И тут вот, видите, они пишут, что маршрутизатор, который должен поддерживать 802.3 AD. То есть, это не так, чтобы там взяли, завели два разных провайдера, подключили и все. То есть, это должно быть одно. Вот, видите, настройка тут даже есть на стороне провайдера, но она почему-то не работает. Не знаю. Но здесь все это делается намного проще. Вы просто выбрали значок WAN агрегация, и у вас появляется вот такая вот штукенция. Смотрите, если мы в карте сети, то вот, я вам сейчас даже приближу, то мы здесь видим, появляется WAN агрегация 2 Гбитта в секунду. Не так, что у вас появляются два сетевых соединения. Я сейчас уже после того, как это все сделаю, потом покажу, как это работает. Или вот, нет, вы, наверное, в картинке сейчас увидите, как там два соединения работают. Да, я часто показывал, как это все происходит. То есть, там есть баланс устойчивости, распределение нагрузки. Это когда два разных провайдера можно завести. Если у вас нет такой возможности, то вы тоже можете два разных провайдера завести и раскидать устройство на провайдеры. Тогда, да, вы, в принципе, получите, ретически, на одном роутере, ну, суммарную какую-то скорость, но это немножко не то. Как же нам проверить, есть ли у нас два реальных Гбита? Ну, давайте зайдем в адаптивный сервис. Тут еще есть такой момент, где то, что, ну, я уже тестировал здесь вот 1.8. Тут надо, чтобы еще провайдеры, на которые вы тестируете, ну, давайте, например, любой. Сейчас, к тому же день рабочий, все занято. Нужно, чтобы провайдер вашей сети, попрошу заметить, сейчас у меня заходит два гигабитных канала. Два гигабитных канала, которые он объединил в один, вот, 1869. Но на отдачу, вот, мы видим, что у нас гигабит, я вам объясняю, не каждый провайдер готов по 802.3 иди принять агрегацию. Тут тоже надо учитывать. Сейчас мы через воздух потестим на внешние, допустим, какие-то источники. Я имею в виду, что, ну, вот, у меня Wi-Fi подключен сейчас к моему Asus став AX4200. Если здесь, сейчас возьму, включу спид-тест и выберу, ну, например, там куда-нибудь на датагрупп, хотя, не знаю, наверное, днем он сильно занят, потому что там очень много различных предприятий подключено. Давайте попробуем. Ну, где-то по Wi-Fi здесь у меня выдаст 1.3, вот, примерно. Это мы сейчас Wi-Fi тестим, хотя, возможно, и больше. 1.2. А ну, давай. Здесь уже ограничение моего ноутбука вступает. У меня сейчас стоит не самый лучший на столе ноутбук. Это старый модуль AX800. Сейчас вспомню AX2001, по-моему. И здесь вот на отдачу мы должны получить, сейчас с вами найти тот провайдер, который на отдачу у нас выдаст больше гигабита. Ну, я думаю, что он выдаст больше гигабита, я надеюсь на это. Ну, давай. 970. Ну, 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 мы сейчас все равно. А 994. А, зараза. Ну, давайте сейчас на какого-то местечкового, который у нас на прием будет меньше, слабее, а на отдачу больше гигабита. То есть, это один из тех вариантов, когда вот такая вот опция не реализована. То есть, ну, сейчас нет у провайдеров, у многих еще... Здесь вот, знаете, в чем прикол этого провайдера? На загрузку будет мало, а на отдачу, надеюсь, получим больше. Сейчас посмотрим. Тут еще, вот, кстати, знаете, я при своих скоростях 10 гигабит могу тестировать провайдеров. Вот, у многих провайдеров просто-напросто вообще врут насчет тех скоростей, которые они могут отдать. И ты смотришь. Вот он сейчас на пределах своих возможностей работает. Вот тоже что-то вот не дотягивает. Хотя, по ночам на этом провайдере можно получить там 1.8, честно. Вот прикиньте. Ну, кстати, выгрузку мы можем проверить, например, через тот же самый Magic Hyperft. Это будет, наверное, проще, чем наших провайдеров сейчас грузить на выгрузку. Вот, пожалуйста, 1.24 гигабита, 1.28. Это конкретно сейчас у нас выгрузка 1.26. Максимально, что я получал на выгрузку 1.3 в агрегации. То есть, ну, так вот, на загрузку я получаю 1.87, то есть, почти 1.9 гигабит. На выгрузку получаю 1.23, 1.36. Вот так вот, 1.36 было максимально, да. То есть, мы сейчас видим с вами вот такую ситуацию. Давайте сейчас попробуем чуть-чуть еще больше потоков задать ему и посмотрим, что получится. Я думаю, что ничего сверх мы не получим в любом случае. 1.04, 1.27, 1.25, 1.26. Эх, немножко не то. Короче, вот такие вот незадокументированные, извините, задокументированные, но обычно не тем, не обозреваемые возможности роутера вас. Вот сейчас, конечно, начнут писать, что мне там занесли, заплатили. Нет, честно вам скажу, бесплатный обзор, потому что... О, пошло. Кичкас.нет раздуплился. 1.6, 1.7, а ну давай, 1.7. А ну на отдачу там победишь, там не на отдачу через роутер тестировать. Это еще то... Еще то удовольствие нету, надо тестировать через воздух. В общем-то, даже не имея 2.5 Гбит или десятки, вы все равно можете получить 2 Гбита на вашем роутере благодаря вот этой вот опции One-агрегация. Напишите, пожалуйста, кто вообще реализует такое. Мне интересно, есть ли у меня в подписчиках такие гики, которые смогли получить достаточно высокие скорости на внешний мир. Мне просто интересно. Ну, а с вами был Bubble с вот таким вот коротким, но достаточно интересным видео на канале Технозон. Пока. Продолжение следует...